Перси получает своё наказание. Да. Прикольно, кстати, что у них там смирительные рубашки. Смирительную рубашку человека засунуть очень непросто, я тебе доложу. То есть, если гражданин оказывает тебе сопротивление, немедленно вспоминая Джорджа Флойда, которого коленом прижали, если гражданин оказывает сопротивление, то заломать его, не применяя физическую силу, очень и очень непросто. То есть, его, как нас учили, для начала наносится расслабляющий удар, то есть, сапогом по яйцам засадить со всей дури – вот тут можно что-то делать, а вот человека, к которому ты не применяешь специальные техники, запихать его в смирительную рубаху крайне непросто. Тем более смертник. Ну, они Перси в рубаху запихивали, он не смертник. А, я вот это понимаю. Да. Там, блин, одним синячком не обойдёшься, там это серьёзнейшее мероприятие, блин, очень-очень непросто. Но они физически покрепче его, вот такой же маленький. Ну конечно, да. Там малохольным-то служить напряжённо. И у Перси помутился рассудок после того, как он кофе его схватил и в него заразу запихнул. Да. Кофе хитро поступил, т.е. он из обезумевшей этой тётки с опухолью болезнь высосал, как это делал, но выкашливать не стал, а специально повёз в тюрьму. И там ему худо полежал, а потом схватил этого самого Перси и выдохнул всё ему в пасть, отчего тот рехнулся. И тут непонятно, это кофе так сделал, чтобы он пошёл этого пристрелил, или, ну ты понимаешь, он не просто так в него это выдыхал. Знал ли он то, что сейчас произойдёт? Да. Что сейчас произойдёт, да. Ну, наверное, знал, я так думаю. Поскольку там ещё вокруг всё про Бога, он ещё и чуть ли не добропорядочный христианин, этот самый кофе. Но тем не менее, помутившийся рассудком Перси идёт и хватает пистолет и застреливает Билла. Да, да. Ну, повторюсь, такого не может быть, потому что… А может быть, у него рассудок помутился, потому что у нигра было просто банальное отсутствие тик-так дыхания. Такой запах из арпа. Такой запах вышел. Просто ёбнулся, блядь, от такого перегара, блядь. Взял валыду и пошёл, блядь, стрелил. На право, на лево. Но, повторюсь, пистолетов быть не должно, но тогда бы и кино не было. Сам кофе на «Произошедшее» говорит, что таким образом, ну на вопрос Ханкса, наказал плохих людей. Да. Ну, получается, что это ж Билл изнасиловал и убил девочек. А кофе всё это понял, когда его трогал, и Хэнксу всё это показал, что на самом деле было. А Хэнкс – это тоже, с моей точки зрения, очень важный момент, что и человек хороший, и хочет добра, а так называемая система работает так, что ничего ты не сделаешь, ничего не сделаешь вообще. И сядет на электрический стул без разговоров. Ну и сел, собственно говоря. А Хэнкс и говорит, что я же это… я ж такой грех совершу, что я перед Богом-то говорить потом буду, если тебя убьют. А получается, что убьёт его он, Хэнкс, лично. И так, собственно говоря, и вышло. Он же ему предлагает негру, что давай побег организуем, и только негр говорит, что всё это уже так достало, что я не могу, я не выдерживаю, убейте меня поскорее, что этот дар, он, наоборот, как проклятие – убейте меня поскорее. Ну и убили. Там, кстати, ещё один момент применительно к электрическому стулу, что намачивание губки, которую на бритую плеш кладут – это тоже выдумка сценаристов, никакие губки мочить не надо, там тебя так прижарит, что никакая губка не поможет, ни сухая, ни мокрая, и это раз. Во-вторых, то, что там человек бьётся в корчах, это кино, он не может биться в корчах, потому что там такое сокращение, общий спазм всех мышц от проходящего электричества, что он ни звука издать не сможет вообще. Оно и так, и так нехорошо выглядит, но вот эти пылающие огни, ещё чего-то, дым из жопы – такого не бывает, нет. Это, так сказать, ну чтобы подлый Персий не намочил губку, и чтобы там француз мучился, т.е. это специальная такая подлянка тоже придуманная. Лично раз показать, какая гнида Персия. Вот насчёт этого момента я хотел бы вернуться. Ну, когда помутился рассудок, и оба они погибли – и Билл, и Персий. Вот зрители же… можно так сказать, что зрители подводят к тому, что произошедшее справедливо. Ну, в общем, да. Потому что, вот как вы сказали, фильм часто обращается к религии. Даже Хэнкс говорит о том, что вот когда понимает, что он не может помочь кофе, он говорит жене, когда мучается от… ну, знает, что произойдёт, и думает об этом. Говорит жене, что чувствует угрозу ада, и потом кофе признаётся, что типа «а что же я… вот, я тебе не могу помочь, что же я тогда скажу Богу потом?» А кофе его успокаивает, что я с Богом-отцом типа поговорю, ты не волнуйся, отмажет, типа. Покойся с миром. Вообще, по фильму получается, что Бог есть. Естественно. Ну, это наявняка, как ты понимаешь, то есть, это такие представления о Боге простолюдина, если Бог всемогущ, вездесущий, всё, что ему причитается, он и так видит, что ты делаешь каждую секунду твоей жизни, вот всё время видит, он видит, что делает кофе, он видит, что делает Хэнкс, ты никакие… ну, даже если ты захочешь замолвить за него словечко, то Господь сам тебе отвесит. Наказание, срок и всё такое. Это такое детское. Там ещё смешной момент про то, что он попросил показать ему кино. Я такого никогда не видел. И пошёл смотреть кино. Кино, между прочим, всё про белых. Это важный стрих, а негр сидит, смотрит и плачет. Отчего он плачет? Что белым так хорошо живётся, а ему чёрному нет, и никогда ему такое не светило и не светит. Там ещё важный стрих, что а ты там понимаешь? Да я вообще мало чего понимаю, сказал негр. Т.е. он, по сути-то, дурачок, такой недалёкий, ну не даун, конечно, но сильно недалёкий чувак. Нашим это тоже как-то не видно, поскольку он это… Ну, в наших переводах там, как обычно, все говорят, как выпускники филфака там, знаешь, с двумя высшими образованиями, а там несколько не так. Он безграмотный деревенский житель. Yes, sir, boss, он его всё время зовёт, sir, boss, это по-английски смешно. Ну, он либо boss, либо sir, оба сразу не бывает, т.е. он тёмный, недалёкий, но вот, видишь, добрый. А вот так вот получилось, взяли, обвинили, не пойми в чём, поймали с руками в крови, и вот всё, электрический стул, печально. А такой ещё нюанс. Ну, может быть, это как придирка, но тем не менее. Вот они уже провернули операцию с вылазом кофе и помогли жене начальника тюрьмы. А что мешает, когда Хэнкс уже знает о том, что кофе точно не виновен, он ему продемонстрировал это, ну, значит, с помощью своих навыков? Почему они не могут привезти судью, то же самое ей показать, привезти родителей девочки, которые злые на кофе, и уговорить их, что, типа, вот, смотрите, мы тут выяснили, вот что получается на самом деле. Джон, ты не боишься, что с таким предложением, если выступит у Хэнкс, он заедет в соседнюю камеру, блядь? Ну, не в камеру, но в больную точно, да, что ты псих ненормальный, кто тебя слушать будет. Вот почему Хэнкс не организовал маленькую лечебницу, чтобы по ночам туда водить кого-нибудь, знаешь, что-то… лечить стриппером, не знаю, там, с половой бессилием, знаешь, что-то такое, чтобы негрова что-то отжать до конца все равно, что на пиздец скоро, а так вот прилечил бы хотя бы… Братву, да. Нет, так нельзя, т.е. это ничего не сработает, это другие силы в других социальных слоях, и он ничего сделать не сможет. Там тоже, кстати, еще пара моментов, что блок этих смертников называется Е, т.е. execution. Экзекуции там производят, экзекуция – это, по-русски, казнь. Ну, и моменты там тоже странные, что когда этого Билла посадили, он там, когда булочкой этой плевался за 5 центов, я уже не совсем помню, он там, сейчас мы тебе устроим, он там ремень достает из штанов, ну, там, давай, наматывая на руку, как ты в камере… Как его, кстати… Оказался с ремнем, что это вообще? Там они без шнурков все сидят. Конечно, да, шнурки, ремни, из курток там все эти, знаешь, как сейчас в куртках эти веревочки вставлены, всё вынимать надо, всё вообще, внимательнейший обыск, открой пасть там, дёсны отодвинуть, потому что там бритвы кладут на… Присядь, покашляй. Да, присядь, раздвинь очко, покашляй, мало ли, что ты там… Может, там у тебя фумка в жопе. Да, запросто. С них чего угодно можно ждать. Так всё крайне опасно. Ну, а ремень, он чего? Он возьмёт и удавится, не дожидаясь казни, а это, значит, ушёл от справедливого возмездия, отвечать за это будешь, тебя уволят по отрицательным мотивам, без выходного пособия, без пенсии там, и вообще всё на свете. Это всё крайне серьёзно привязано к деньгам, и никто такого не допустит. Там… А не абсурдно ли это? Ну, раз человека приговорили в казнь… А если мы тебя приговорили, мы тебя и казним, а сам ты соскочишь. Это как Геринг сидел в тюрьме, когда всех к Нюрнбергу готовили, а Геринг взял и отравился, и не ответил перед этим никак. Кто-то искорое пролелся. Ну, по сути, он же умер. Так первая фраза предвещалась – сбежал. Это мы тебя убить должны, не хакни ты сам. Это называется – сбежал. Да. Ушёл от наказания. Неважно, как. Ушёл. Сейчас он задаст последний вопрос. Дмитрий Юрьевич, а если я попаду в тюрьму, как мне себя висит? Не дай Бог. Не дай Бог. Мы тебя выкупим, что…